здравствуйте друзья письмо зачитываю михаил доброго вам времени суток очень хотелось бы чтобы вы сняли видео ответ у меня небольшая предыстория ну поехали с предыстория я поступил в калыч на специальность вычислительные машины комплексы системы и сети и отучился там год я не знаю точно реалий но и так понимаю что словом калыч нынче называют то что раньше было техникум среднее специальное образование хорошо отучился год а потом бросил учебу решив что кулинария это мое все научился отлично готовить но тут я бы конечно сказал есть люди как которые по 20 лет в этом бизнесе ну ладно отлично готовить вроде мечту выполнил о как но понял что нет той самой полноты жизни до полноты жизни нет а вот так поработаешь и будешь полноту приобретешь тут калории все будет так полноты жизни нету и сейчас я вернулся к истокам к айти изучают java математику и тому подобное я я такой не понял где изучать самостоятельно что конечно же заглядываясь на будущее иммиграцию в сша или канаду вуз я не закончил и теперь я сталкиваюсь с таким что многие люди говорят мне что при подаче документов или даже интервью в западных компаниях они ожидают что у меня есть как минимум степень бакалавра по специальности на которую я претендую до для иммиграции по рабочей визе да если же степени нет можно и не пытаться и даже не будут читать резюме ну можно там 12 лет опыта как бы компенсирует отсутствие степени бакалавра ну да пока такие правила правда ли это как быть в таком случае идти на заочку вуз это путь набираться опыта и потом пробовать переехать так я понимаю что я молодой что мне 22 года и все впереди но хочется составить план на будущее ну что же я тут недавно на днях письмо получил которое заканчиваем словами михаил помогите определиться а то барахту есть как белка в проруби вот мы значит такая похожая ситуация будем значит решать вопрос и так что мне первое в голову приходит что у нас на руках давайте смотреть на руках у нас фактически ничего нет вообще с точки зрения айти иммиграции то есть вот какой у нас расклад в 22 года образование высшего у нас нет хотя в общем-то это самый такой возраст когда люди имеют уже высшее образование опыта работы войти нет ну научился готовить там но как бы к миграции никак не относятся и каким образом это все даже я не знаю но вот в той перспективе в которой мы говорим что он как бы учился но нет там полноты счастья там и тогда я я согласен то есть это как бы действительно немножко странное отступление в принципе вот знаете иногда спрашивают скажите говорят вот что делать что правильнее делать пойти трак водить или вот в тестеры я говорю если у тебя возникает мысль о том чтобы пойти водить трак иди водить трак все-таки инженерная работа подразумевает наличие инженера быть какая штука я думаю что и вождение трака тоже предполагает наличие водителя трака то есть если человек не в состоянии водить трак а хочет например там наукой заниматься там и так далее да может быть у него и не получится то есть как бы совершенно не обязательно что он будет доволен и у него как-то так пойдет он будет ощущать вот эту полноту жизни или хотя бы даже зарабатывать что поэтому что мы имеем с молодым человеком начало странно это комбинация поварского и айтишного в них в этих двух профессиях есть кое-что общее на самом деле с точки зрения вот как бы моего видения ситуации это и и та и другая профессия вот то что он там в техникуме учился на первом курсе и на повара учился это не работа требующая высшего образования это не работа связанная с дизайном с какой-то разработкой с каком с каким-то таким не вообще креативом креативном можно вот и даже корову да и тоже как бы это может быть работа творческая дело такое но вот я имею ну не субъективное творчество объективное творчество то есть творчество когда создаешь что-то новое чудо-ч abi в природе не было вот на этом уровне поэтому оно как бы однопорядково то есть ни то ни другое не требует какого-то такого вот там образование когда вы изучаете там высшую математику когда вы изучаете там есть дифференциальные интегральные исчисления там нет но вот нет там этого ни в том ни в другом поэтому он сейчас джаву изучает я тебя джава это не профессия математику математикой java вообще друг другу никакого отношения не имеет то есть когда человек учится в университете и он там на первых курсах он об общее такие технические предметы осваивает да там у него и математика и физика и там какая не знаю специальности зависит электродинамика или там сопромат ну что-то такое и дальше вы выносит уже в специальность вот а тут я бы сказал что 22 года как бы уже достаточно серьезный возраст на самом деле уже можно было бы очень очень много чего сделать уже можно было бы заканчивать университет там по айти и при этом пару-тройку лет уже где-то даже поработать может быть парт-тайм есть ребята которые в 22 года виртуозы просто но но без всяко без всяких скидок поэтому что тут планировать значит теперь мы должны сказать себе так что помимо иммиграции профессиональной когда вот он может там получив высшее образование и поработать не с поработав несколько лет в какой-нибудь компании там не знаю кем программистом пытаться искать работу в западной компании там а потом уже не знаю по рабочей визе или переводом там внутри компании тогда есть как бы много направлений в профессиональные миграции но это же не обязательно вот вся миграция профессиональная он может играть в лотерею хотя понятно что тут от него мало чего зависит и собственно шансов не так много даже там там 10 лет будет играть все равно шансов не так много теперь что он может он может приехать на меня поступить в университет все таки и там приехать по work and travel но наверное для этого нужно быть научным на приехать на work and travel остаться вот сейчас очень очень много таких молодых людей или там приехать как турист и тоже остаться и я хочу сказать что недавно совсем вот я брал интервью у светланы каф иммиграции сонного адвоката я порезал вот там на шесть или семь кусочков а потом вывесил отдельно целиком все и так получилось что два последних маленьких кусочка у меня не загрузились и я уехал на дачу и в этом смотрю они должны были подгрузиться но не подгрузились я их через пару дней добавил когда вернулся и там самый последний кусочек меня удивил когда мы со светланой беседовали вроде мы с ней уже не первый раз и у меня было ощущение что я примерно могу как бы предсказать но если не не что конкретно она скажет то в каком ключе но когда светлана сказала что каждому человеку практически каждому человеку можно помочь для меня это было немножко неожиданно потому что блогеры все время говорят да что дерзайте есть путь там приезжайте там еще что то хотя в общем то мы тоже говорим что нет как бы большого разнообразия этих этих путей они примерно все известны неизвестно какой путь для тебя допустим больше подходит и специалист например можете там тонко проанализировав можете сказать вот это твой путь но это было сказано настолько сильно я даже видео так назвал я сказал что помочь можно всем поэтому если иммиграция является твоей целью то в конце концов но уже приезжай сюда учись тут работой тут живи тут это же не обязательно что иммиграция связано с профессией поэтому некоторые люди завязывают иммиграцию на профессию они год я получу такую профессию я приобрету опыт я пойду работать в американскую компанию и меня там переведут внутренним переводом или я приобрету опыт и меня куда-то позовут на h1b и так далее и так далее значит ну ну конечно вы можете быстро и такой путь хотя я бы сказал что 22 года в общем-то не не поздно но но в общем то вот то же самое могло произойти так и 3 4 5 лет назад на самом деле и у многих людей именно так и происходит но ничего страшного а теперь можно приехать в сша там и учиться вот мы видим ребят вот алексей у нас недавно был значит он приехал учиться в американский университет это требует каких-то денег но он довольно быстро начал там носи пяти потом о пяти и он работает сейчас прекрасной компании там зарабатывает очень приличную денежку и так далее ну то есть но много путей ну ну действительно много путей но человек для себя должен сказать вот он должен рассмотреть несколько вот один путь второй путь третий путь какие шансы как много времени займет какой шанс что он дойдет до конца понимаете еще что происходит если бы вы знали например что в течение 20 лет вы обязательно выиграете в green card лотерею может быть вы сказали бы ну так я пока играю да вот мне сейчас 22 там скажем до 42 я обязательно выиграю приеду и за это время я пока сейчас пойду там профессию такую получу английский получу там еще что-то сделаю семью заведу дальше мы всей семьей пойдем если знать заранее но никто же не знает заранее что может произойти может произойти то что он допустим сейчас ему 22 в 26 например он женится появится дети появятся какие-то планы у его супруги могут быть какие-то планы у родителей супруги могут быть планы может быть вообще неизвестно что давайте может быть какой-нибудь кризис и все как все деньги которые у него сейчас еще есть значит окажется вообще ни копейки нет у него на билет на самолет денег нет на билет там до вас куда ехать чтобы интервью пройти но мы не знаем поэтому всякий план он во времени существует и то что хорошо для одного года например может совершенно быть неприемлемо там для пяти лет или десяти лет и так далее поэтому я бы сказал что в этой истории жизненной не хватает фокуса какого-то будет целеустремленности вот этой нет я не могу сказать как в каком направлении этот вектор он как-то сколько сколько туда сколько сюда сколько и я спрашиваю себя а дальше он может быть вот допустим я бы сейчас скажу делай раз два три 4 5 и он скажет да это то что я хочу делать значит вопрос мы посмотрим на это через там два года и и что он действительно будет вот это вот так делать или у у него еще появится много разных желаний и интересов полнота жизни где-то девчонки там господи о чем речь и значит где он будет я не знаю вот вот пока что пока что вот некоторая такая прыгучесть слева направо она она присутствует вот а путей много и каждый путь если последовательно этим путем идти каждый путь ну из из разумно выбранных обязательно придет к цели если мы не будем менять выбранный путь каждый год-два потому что получится что ни один путь его никуда не приведет тогда тогда точно ничего не получится поэтому бывает что знаете как бывает что путь выбрал а он ну может быть оказался не точным там неправильно надо скорректироваться бывает но существенно чтобы каждый раз когда вот эта коррекция происходит чтобы был элемент движения вперед а не влево и не вправо и не шараханье а вот именно движение стратегия не обязана быть изначально безупречный хотя желательно то есть грубо говоря так если была возможность предусмотреть там то что надо было предусмотреть и человек не предусмотрел это одна история если он не предусмотрел чего-то чего никто даже и представить себе не мог но это совсем другая история что же он он сделал максимум того что мог поэтому если ты выбираешь какой-то путь и ты говоришь я выбираю максимум того что я могу делаю максимум того что я могу теперь если мы переходим к тому чтобы так практически советовать значит я бы сказал так что получение высшего образования пусть заочного по компьютер сайенс это хорошее дело во-первых у него есть тяга к этому делу то есть он мы не говорим ему учи чего-то учи там микробиологию при том что его тошнит от микробиологии нет мы говорим учи то что ты хочешь учить в чем ты хочешь специализируется это безусловно поставит тем мозги на место это сделает из тебя профессионалу ну не 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 матерого а начинающего но но уже ты как бы входишь в профессиональную область не то что книжку паджаи почитал а все-таки получаешь какое-то фундаментальное образование это существенно то есть люди которые вам скажут что фундаментальное образование в выбранной профессии не существенно значит я бы сказал что вы их не слушайте а держитесь подальше от них так мой совет личный теперь пошел получать образование вопрос чем он занимается в это время потому что речь шла о заочном да идти на заочку в вуз работать безусловно идешь на заочку в вуз и идешь работать работать идешь по той профессии по которой учишься на заочном вузе во первых люди которые у тебя на работе они к этому гораздо лучше относятся чем если ты работал учился по какой-то непонятной им профессии не относящийся к их делу то есть по-любому лучше работать вот прямо или косвенно по выбранной специальности ну на том уровне на котором ты пока что можешь работать все-таки год же проучился там в техникуме уже что-то такое можешь делать какую-то нехитрую техническую работу пусть там и не кей щекам каким-то неважно и учишься себе и движешься или внутри компании движешься или или из компании в компанию движешься или я не знаю из города в город бывает люди переезжают по-всякому но во всяком случае движешься профессионально и говоришь себе я не мечусь а я выбрал цель и я к ней иду и и когда я выбираю что-то внутри этой цели я выбираю по максимуму сложности которые я в состоянии выдержать поэтому бывает сложности которые ты выдержать не можешь но если ты можешь значит ты делаешь по максимуму и не даешься никакой поблажки никакой пощады сей не даешь и тогда ты выходишь относительно быстро на какой-то относительно приличный уровень и к тебе начинают хорошо относиться люди вокруг потому что вот именно к таким людям которые себя поблажки не дают к ним хорошо относятся и зарубежные компании и отечественные тоже и просто люди вокруг и тогда ты начинаешь видеть мир по-другому понимаете вот и вот и вот я бы так сказал это неплохой путь вот раз вопрос был задан идти ли на заочку значит на компьютер сайт безусловно это очень здорово безусловно особенно если вы при этом работаете и может оказаться что к моменту получения вашего бакалавра по компьютер сайенс вы к этому времени будете очень синер каким-то специалистом уже или там си синер девелопер какой-то или синер я не знаю что там у вас может быть там по какой-то там технической безопасности сетевой там или я не знаю много много направлений если вы как бы с уклоном в иммиграцию это делаете ну значит поспрашивайте на технических форумах в каком направлении специализироваться хотя на самом деле технические специалисты айтишные абсолютно всех направлений востребованы допустим на рынке в сша но но не абсолютно 99 процентов есть вещи которые умирающие конечно я не говорю но если вы классно делаете то что вы делаете уже не так важно в каком направлении вы это делаете но делаете серьезно если вам 22 года не занимайтесь тестированием даже автоматизированным а уже занимайтесь программированием ну что ж такое в 22 года себе дискаунты такие выписывать занимайтесь серьезными вещами если не можете тогда не ищите пути иммиграции через профессию а ищите еще через что-то а уже приедете в сша и вот скажете я такой айтишник но не так чтобы там в десятку каждый раз попадать ну тогда буду тестировать чего-нибудь пожалуйста вот это самое то что оно и вот и и надо вот если вам был там 45 или там 48 лет а до 54 вы бы сказали ну я не ничего мне это самое на ходу подметки резать я так уже попроще пойду там потестировать но пока молодой не давайте себе поблажки идите на серьезные вещи успеете потестировать успеете там такая мелочевка позаниматься вот идите по максимуму и живите по максимуму всегда из себя из других требуйте по максимуму вот вот собственно ключ к тому чтобы быть международно востребованным но еще раз бывает что человек не может так ну реально не может в ней не ну по способностям по уровню энергии какой-то внутренней такой драйва такого нет там еще что-то бывает и в 22 бывает и в 14 бывает ну значит выбирайте другой путь вот вот и все не смотрите на профессию как такой путь к иммиграции а смотрите на что-то еще такой такой вот может быть у меня совет я даже не знаю честно сказать из какой области вот мы сейчас так эту беседу проводим потому что у меня там рубрики всякие плейлисты я думаю куда вот это я все там аксиомы иммиграции или там рассмотрите мою ситуацию даже я не знаю как классифицировать потому что вроде бы так об иммиграции конечно больше ну давайте по иммиграции поместим такая вот у нас сегодня история получилась счастливо друзья такая вот поможете и Продолжение следует...